Рабочая поездка начальника главного управления МВД Украины в Крыму генерал-майора Михаила Слепанева была очень насыщенной. Он провел ряд встреч, в ходе которых обсудил рабочие моменты с личным составом Керченского УВД и с ветеранами милицейской службы, а также принял граждан по личным вопросам. И только потом провел пресс-конференцию для журналистов городских средств массовой информации. Но прежде чем ответить на их вопросы, объяснил главную цель своего рабочего визита в Керчь. Прежде всего, в плане моем, как начальника главка, есть посещение всех органов внутренних дел, которые расположены на территории Автономной Республики Крым. Сегодня, согласно графику, я посещаю Керчь. Проехал я абсолютно все ГОМы, три ГОМа, и вот побывал только, что мы с начальником управления прошли помещение УВД города. Что это дает? Прежде всего, своими глазами видишь условия работы сотрудника органов внутренних дел. В личном общении сразу видны недостатки, просчеты, положительный опыт, в том числе, который можно использовать для работы всей крымской милиции. Можно узнать о выводах, которые вы сделали после посещения именно Керчи? В целом, безусловно, есть недостатки. Конечно, есть недостатки в работе керченской милиции. Считаю это, об этом я сказал личному составу, коллектив в состоянии справиться сегодня с поставленной задачей. Указал на те имеющиеся недостатки, думаю, в состоянии поправить и эти вопросы. То есть, в целом, считаю, коллектив керченской милиции боеспособный. Руководитель крымского милицейского главка в повседневной служебной деятельности правоохранителя подчеркивает главные принципы работы. Деятельность крымской милиции должна быть максимально приближена к насущным проблемам граждан, а помощь людям реальной и конкретной. Сегодня меня интересует, как начальника главка, раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрытие резонансных преступлений, в том числе грабежей, разбоев и краж. То есть, того вида преступлений, которые сегодня волнуют граждан. Очень нам поможет в этом система «Безопасный город». То, что мы сегодня хотим сделать. Это очень дорогостоящая система. Тем не менее, Совет Министров нам сегодня выделил 1 миллион рублей для внедрения этой системы в действие. Это предусматривает отслеживание всех нарядов патрулирования полностью в Автономной Республике Крым. Это предусматривает видеосистему отслеживания в местах, где происходит наибольшее скопление граждан. Это очень широкая система. В том числе, если уж говорить по большому счету, то информация от поступивших консьержек, которые находятся в домах. Это тоже предусматривается этой системой. Мы сегодня попытаемся часть закупить этой техники и ввести, внедрить ее. Михаил Слепанев подвел итог своей рабочей поездки в Керчь и дал свою личную оценку работы и керченских сотрудников милиции, и начальника керченского ОВД Николая Ткаченко. Подробнее об этом в передаче «Актуальное интервью» 23 июля в понедельник в 19 часов 45 минут на канале Керчь.